Сегодня у нас в меню будет корейская закуска с ростками бобов маш, которые еще по-другому называют мунг, как их прорастить дома. У меня недавно было по этому поводу видео, я говорила, что мы можем их держать в холодильнике в холодной воде до двух недель сроком. Доставим из холодильника, промываем ростки бобов маш в холодной воде, нам нужно будет с вами сегодня 200 грамм, и поскольку я уж очень их долго держала, они начали портиться. Вот обратите внимание, хочу вам как раз показать, что если у вас головки начали вот таким вот образом синеть, они будут красиво голубого цвета, но есть такие уже нельзя, но можно использовать все остальное. Снимаем головки там, где они уже начали портиться, и все остальное, сам росток и вместе с корнем будем использовать. Начнем с того, что подготовим соус. Нам потребуется всего лишь несколько ингредиентов, а именно мирин, рисовое вино, 1 столовая ложка, затем добавляем соевый соус, 1 столовую ложку. Соевый соус и сахар можно заменить на устричный соус, 2 столовые ложки, или же использовать все-таки сироп и сахар, 1 столовую ложку в комбинации с соевым соусом. Также добавляем черный молотый перец, щепотка по вкусу. Теперь нам нужно все это хорошо перемешать, чтобы растворить сироп или сахар, и отставляем пока соус в сторону. Также подготовим кунжутные семена, 1 столовая ложка. Это обжаренные кунжутные семена, вы можете их добавить целиком, но лучше и полезнее добавлять их именно измельченными. Об этом у меня было в видео, линк здесь вверху. И также будут нужны следующие ингредиенты. Молотый чеснок, 1 столовая ложка, это 1-2 дольки. У нас получается также лук, у меня маленькая луковица, а так нужна будет половина большой луковицы. И также перец щели, можно красный, можно зеленый, можно их в комбинации вместе. Две штуки в общей сложности. И начинаем с того, что измельчаем чеснок любым удобным нам образом, ножом или же в блендере. Затем нарезаем с вами лук тонкими полукольцами. Если вы не любите лук, можете пропустить, но с ним будет вкуснее. И далее перец щели. Мы разрезаем его вот так вот вдоль напополам, для того, чтобы нам было удобно из него убрать семена. Я делаю это вот так вот чайной ложкой. Удаляю их вот таким вот образом, и затем нарезаем перцы чили тонкой и относительно мелкой. Если острое не любите, можете перцы чили пропустить, но с ним, соответственно, вкуснее. Далее зеленый лук. Нам будет нужно с вами два пера. Зеленый лук нарезаем тонкими кольцами. Теперь у нас все готово, и мы приступаем непосредственно к приготовлению блюда. Растительное масло 2 столовые ложки заливаем на сковороду. Туда закладываем чеснок, молотый 1 столовую ложку, и включаем слабый огонь. На слабом огне пассируем чеснок, обогащаем масло чесноком до его явного запаха. После этого добавляем прежде нарезанный подготовленный лук, и уже повышаем огонь до среднего. И далее готовим лук на среднем огне, уже вместе с чесноком, все время помешивая, давая лук до полуготовности, то есть когда он у нас наполовину размягнет. Затем добавляем ростки бобов маш 200 грамм, и после этого мы делаем сильный огонь, точнее средний, сильный, и далее все время готовим на такой температуре. Хорошо все перемешали, и дозаливаем на сковороду соус. Лучше заливать вот так вот соус по краям, и сразу после этого все хорошо перемешиваем соусом. Здесь важно, что мы не готовим это блюдо долго, то есть у нас должно на приготовление на сковороде этого блюда уйти не более двух минут. Нам нужно, чтобы ростки маш не размякли, а сохранили свой хруст. После мы добавляем зеленый лук и перец чили. Как только их добавили, все хорошо перемешали, чтобы все равномерно распределилось, и после этого засыпаем кунжутные семена 1 столовая ложка. Засыпали семена, выключили огонь, опять-таки все хорошо перемешали, чтобы распределить кунжутные семена, и все блюдо готово. Снимаем с огня, подаем к столу, можно есть теплым, можно есть холодным. Еще раз посыпьте кунжутными семенами перед подачей к столу для красоты и эстетики. Вообще вот, если вы готовите ростки именно таким образом, на сковороде, так по-быстрому их как бы припускайте, тушите, то они гораздо более хрустящие получаются, чем когда вы их обланшируете. Вот эту самую закушку можно хранить около трех дней в контейнере и в холодильнике, и по необходимости подавайте к столу. Здесь приведен способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита! ПОДПИШИТЕВЛЯ o СКОРОТ СВЕРМИ Я ШОФАМА Субтитры создавал DimaTorzok